Хочется отличной рекламы? Забирайте всё! Этой зимой мы режем цены пополам! С 1 января на Рика ТВ, Октуберадио и в газете Эбрика. Телефон от дела продаж 220-250-222-300. Добрый вечер! В эфире итоговая программа «Факт» с новостями к этому часу. Ассель Кинжалина. Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев встретился с министром образования и науки Республики Ерланом Сагадиевым, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи главе государства был представлен отчет о ходе реализации государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы, говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Нурсултан Назарабаев отметил особую роль системы образования в деле осуществления политических, экономических и социальных реформ в стране. Залогом успешного претворения всех этих инициатив является качественное образование, сказал президент Казахстана. Глава государства также подчеркнул своевременность реформ, осуществляемых в системе образования страны, и отдельно остановился на процессе перехода к преподаванию отдельных предметов на английском языке. Крупный пожар вторые сутки тушат в природном резервате Ахжаих в Атарау, сообщает Мой Город. Возгорание первого участка Камыша произошло вечером 8 апреля. За ночь пожар распространился и на другие участки. Утром 9 апреля площадь возгорания уже составила 2,5 гектара. Ближе к обеду из-за сильного ветра от пожара пострадало уже 4,5 гектара водно-болотных угодий, говорится в сообщении. По словам директора РГУ Государственные природные резерваты Ахжаих Армана Курманбаева, с самого утра в борьбе с огнем задействованы 40 инспекторов резервата, 12 единиц спецтехники, из них 2 малые патрульные машины. Тушить пожар помогают местные жители Домбинского сельского округа, а также сотрудники департамента ЧАЭС, уточнил Курманбаев. Отмечается, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. По результатам проверки всего 3 объекта из 75 торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности, сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Владимир Беккер. На прошлый понедельник у нас было начато 207 проверок, на сегодняшний день у нас уже 308 проверок открыто. В течение недели была завершена проверка на 75 объектах. Из 75 объектов только 3 объекта оказались без нарушений. Все остальные у нас с нарушениями. При этом общее количество нарушений у нас составило 1037. По результатам проверки 72 юридических и физических лица были привлечены к административной ответственности, сказал Беккер. По его словам, отныне все результаты проверок будут размещены на сайте комитета по ЧАЭС, где появится рубрика «Здесь небезопасно». Единый номер телефона по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения заработал в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики. Единый дистрибьютор по закупу лекарств запустил контакт-центр по вопросам поступления лекарств для бесплатного амбулаторного обеспечения в медицинские организации страны. Номер телефона плюс 7 71 72 23 50 98, сообщили в Минздраве. Исполняющий обязанности председателя правления СК формация Шария Исмуханова уточнила, что несмотря на то, что закуплена и отгружается в поликлинике уже практически вся потребность, у населения по-прежнему возникают вопросы по перебоям в лекарственном обеспечении. Казахстанскую армию планируют активно привлекать женщин, сообщил министр обороны Республики Сакен Жасузаков. Буквально недавно я дал своим командующим указание, чтобы на должность заместителей командиров рот, батальонов, бригад по воспитательной и идеологической работе брать женщин-военнослужащих, которые имеют опыт службы 7-8 лет и высшее образование, сказал Жасузаков. При этом он отметил, что ранее такие опыты были. Мы опыты проводили в свое время, назначали на должности заместителей командиров по воспитательной работе подразделения обеспечения женщин. Сразу улучшилась обстановка. Солдаты, офицеры, сержанты стали чистенькими и опрятными. Командир роты перед строем магическими словами не выражается. Есть такой позитивный момент и сейчас мы хотим это восстановить, уточнил глава ведомства. И после рекламы вернемся к событиям в Ак-Тубе. Оставайтесь с нами. Похоже, в Ак-Тубе наконец пришла весна. На этой неделе, по прогнозу синоптиков, будет малооблачно, без осадков, а столбики термометров поднимутся до плюс 16. Правда, ночью температура воздуха может падать до минус 3. Погода обещает быть малооблачной, без существенных осадков. Ветер в основном юго-западного-западного направления, 9-14 метров в секунду. Температура ночные часы, вот предстоящую ночь, сегодняшняя, которая будет, по области ожидается 3 мороза, 2 тепла, а завтра днем 8-13, местами до 16 градусов выше нуля. В городе ночью будет около нуля, а завтра днем 11-13 тепла. Холоднее всего на этой неделе будет в ночь на 12 апреля. Минус 8 по области, предвещают синоптики. В остальные дни будет тепло и сухо. В целом, в ближайшие дни погоду в нашей области будет определять обширный антициклон, который идет к нам с территории европейской части России. В Ак-Тубе произошло разбойное нападение на гражданина Российской Федерации. 6 апреля примерно в час ночи возле поселка Акшат. На трассе Северный обход неизвестный обстреляли микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Он принадлежал гражданину Киргизии и направлялся из Москвы в Кыргызстан. Грабители ранили находившегося в салоне россиянина и забрали у него деньги и золотые украшения. Как сообщают следственные органы, 6 апреля гражданин Киргизии вместе со своим приятелем на двух машинах пересекли границу Казахстана через КПП Жайнас Авто. При переезде через пограничный пост к ним обратился мужчина, пересекавший границу в пешем порядке. Он попросил подвезти его до Шимкента, объяснив, что направляется на родину на свадьбу. Пассажир, как выяснилось, уроженец Таджикистана с российским гражданством. Вечером, оставив машину возле поселка Акшат, водитель с приятелем отправились по делам в Ак-Тубе, а пассажир остался в микроавтобусе Mercedes. Примерно в 2 часа ночи он позвонил водителю и сообщил, что в него стреляли и ранили. Неизвестные расстреляли лобовое окно бусика. Пострадавший госпитализирован в больницу в городе Ак-Тубе. По факту разбойного нападения, начатое досудебное производство, создана следственная оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Расследование взято под контроль Департамент внутренних дел Ак-Тубинской области и прокуратура Ак-Тубинской области. Пострадавшего в 2 часа ночи доставили в реанимацию железнодорожной больницы со множественными травмами. Сегодня его перевели в общее травматологическое отделение. Его состояние врачами оценивается как средней тяжести. Пациент Абдулаев, 83-го года рождения, поступил в железнодорожную больницу 6 апреля. В 2 часа ночи был доставлен бригадой скорой помощи с множественными травмами. Был госпитализирован в отделение реанимации, где по стабилизации состояния пациента перевели его на сегодняшний день в профильное отделение. На сегодняшний день состояние пациента расценивается как средней степени тяжести. Вместе с тем врачи отказались говорить, были ли у пострадавшего огнестрельные ранения и какого типа травмы он получил. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Ак-Тубинские лифты теперь будут проверяться специальной комиссией. Напомним, 4 апреля в 12 микрорайоне в лифте погибла девушка. В связи с трагическим случаем Акимобласти Бердебек Сапарбаев поручил Акимату города совместно с прокуратурой и соответствующими госорганами в кратчайшие сроки проверить исправность работы актюбинских лифтов, качество их ремонта и технического обслуживания. В состав комиссии по проверке актюбинских лифтов вошли представители управления ЖКХ, департаментов по ЧС промышленной безопасности и другие эксперты. Им предстоит проверить до конца апреля свыше 700 лифтов, расположенных в городских домах. Для проведения технического обследования лифтов в многоэтажных жилых домах в комиссию вошли сотрудники и числа местных исполнительных органов, жилищные инспекции, специалистов гражданской защиты, промышленной безопасности, а также экспертных организаций. Комиссия, первые итоги, комиссия до 20 апреля, конечные итоги до 30 апреля. Кроме того, информационное агентство Костак сообщает, что в 12 микрорайоне в связи с произошедшим приостановлена работа всех лифтов. На самом деле, как сообщил председатель КСК Женебек-сервис Кенен Женебеков, в чьем видении находятся десятки лифтов в 12 микрорайоне, и в том числе подъемник, в котором погибла девушка, приостановлена работа лишь старых лифтов, которым более 20 лет. Остальные работают в обычном режиме. Больше 20 лет лифты, 6 лифтов, которые у нас есть, отключили старые. Это 11 микрорайон 2 подъезда и 19 микрорайон 4 подъезда. А остальные? Остальные в рабочем состоянии, да. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». В поселке Заречное сегодня уже не ощущается едкий запах. Напомним, в минувшую пятницу над населенным пунктом навис смог с примесью отравляющих паров нефтепродуктов. Акимат Карагалинского сельского округа взял ситуацию под свой контроль. Нечем дышать. С такими ощущениями встретили рассвет жителей Заречного в прошлую пятницу. Поселок накрыл густой туман, а воздух наполнился тяжелыми парами неясного на тот момент происхождения. То ли газ, то ли нефть. По этой причине родители стали забирать детей из детского сада, так как отравляющий воздух проник и внутрь здания. ОЧП доложили Акиму округа. Тем же утром он прибыл на место, но единственное, что удалось выяснить, это то, что на частной автобазе произошла утечка нефтепродуктов. Разлилось 200 литров. В Акимате пообещали разобраться и наказать виновных. Мы знаем, что организация есть. Но то, что там ставят нефтевозы, мы первый раз видим. Весь жалобы сегодня же поступили нам. Позвонили сегодня, что там стоит нефтевоз с открытым люком. Поэтому мы приехали сюда. Сейчас меры принимаем. Сегодня частная фирма также была закрыта от посторонних глаз, но машины за высоким забором по-прежнему стоят. Соседнее образовательное учреждение тем временем отработало первый день рабочей недели в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью малышей, как заверило руководство детсада Жарконбала, в настоящее время нет. Да и в воздухе не ощущалось никаких примесей. Как проходит разбирательство по выяснению причин возникновения чрезвычайной ситуации, сегодня прокомментировали в Акимате Каргалинского сельского округа. Атмосфера сейчас чистая, обращались в правоохранительные органы, и СССР, и экологам. Они сейчас в данное время занимаются этим вопросом, а садик работает в штатном режиме. А удалось выяснить, кто владелец этой фирмы и как они получили статус? Ну, этим вопросом занимаются правоохранительные органы сейчас. Они тоже сейчас занимаются. Мы не в курсе сейчас. Скажите, пожалуйста, а вот по закону они имеют право располагаться рядом с образовательными учреждениями, создавать опасность такую? Вы как-то будете эту ситуацию потом контролировать? Ну, конечно, эти вопросы мы будем сейчас на контроле. Я же говорю, что в данное время сейчас занимаются правоохранительные органы, и сейчас будут результаты через несколько дней. Когда будут результаты готовы, мы обязательно вам сообщим. Ирина Гудь, Мирлана Манжолов, программа «Факт». Более 15 городских предприятий предложили соискателям 169 вакантных должностей. В городском отделе занятости и соцпрограмм сегодня был организован консультативный уголок. Организаторы традиционной ярмарки вакансий проводили разъяснения по госпрограммам трудоустройства и правильному заполнению резюме соискателя. От сумы до от тюрьмы не зарекайся. Это поговорка, актуальная по сей день, ведь любой может ошибиться в жизни. Но это не значит, что человек, попав в места не столь отдаленный, станет изгоем. Это и попытались сегодня объяснить бывшим осужденным сотрудники Центра занятости населения, которые организовали для них и не только ярмарку вакансий. В этой ярмарке принимают участие 16 организаций предприятий города с предоставлением 169 вакансий в сфере строительства и в сфере услуг. А также мы предлагаем курсы по востребованным специальностям на рынке труда. По итогам последней ярмарки скольких человек вы смогли трудоустроить и на какие специальности, и какую в среднем заработную плату они получают? У нас с начала года, это пятая по счету ярмарка. По итогам ярмарки 145 человек трудоустроен, зарплата в среднем 60-80. Однако, как отмечают работодатели, чтобы реализовать себя в жизни мало одного желания. Нужны решительные действия. Адайбек Нурлыбаев не один раз уже оступался и за это отбывал наказание в тюрьмах. Больше повторять прежних ошибок он не собирается. Есть маленький нюанс. Человек, который освобождается, ему очень тяжело найти работу. Я, например, в данный момент освободился и ищу работу. Меня направляет социальная служба занятости. Туда идешь на работу, там смотрят, что ты ранее судимый. И как бы тебе это запрет нормальный образ жизни вести. Как бы вступить в эти родители. Да, разговор нет, оплошный совершил, отсидел. Я теперь сейчас хочу нормальный образ жизни вести. У меня типа семья есть. Жить охота. И взгляды у меня сейчас поменялись. Я длительное время находился там. Я перевоспитался полностью. Теперь у меня сейчас проблемы устроятся на работу. И сейчас вакансии кое-какие дают. Я иду туда. Там уже, конечно, там, в принципе, директор решает. И он говорит, нет, нам судимые не нужны. От немалого количества народу в просторном кабинете все же душно. К стендам работодатели один за другим подходят и обычные горожане. На ярмарке вакансий большой наплыв мужчин. Да и работу здесь предлагают отнюдь не для слабой половины человечества. Например, работника дорожной службы. А сколько вы времени уже без работы? Месяц, два месяца. Подобные ярмарки вам помогают? Не знаю, первый раз пока. Какую работу вы бы хотели? Разнорабочую пока. С какой зарплатой? Нормально, 70-80. Вообще сложно сейчас работу найти мужчинам в Ак-Тубе или нет? Пока без содержания много сейчас. Зимний период, работы такого нет. Будем смотреть к летнему. На лето большие надежды? На лето надежды. Впрочем, каждый смог получить информацию о госпрограммах по обучению, переобучению и содействию в трудоустройстве. Среди предложенных вакансий – разнорабочие, мебельщики, строители, охранники, водители и сантехники. Лиза Сакива, Сергей Калашников. Программа «Факт». В прошлую субботу перед зданием партии власти прошла выставка уникальных работ осужденных под названием «Серпен». И, как оказалось, в актюбинских тюрьмах отбывают наказание творческие люди. Сами работы вызвали большой интерес среди покупателей. Все выставленное искусство смогла оценить и наша съемочная группа. Шкатулки, нарды, шахматы, одежда, двери, даже картины – все это дело рук осужденных. В общем, все для дома и дачи, для себя или на подарок. Всего на выставке было представлено более 500 наименований различных изделий. Все работы выполнены в производственных цехах тюрем, а организовали выставку работники местной системы КУИС и филиала РГП «Инбек Актубен». С их слов, некоторые свои работы подопечные создают месяцами, но ожидания стоят того, ведь впоследствии рождаются настоящие произведения искусства. Ребята приходят, да, с интересом. Есть ребята, которые вообще далекие, но находясь там и наблюдая за работой, изготавливают вот такие идеи, потихоньку-потихоньку учатся. Кто-то режет нарды, допустим, кого-то увлекает дерево, кого-то вот есть художники, ребята, вот они рисуют. А как у вас дела с клиентами обстоят? Есть постоянные клиенты? Кто-нибудь покупает продукцию? Да, продукция уходит, она раскупается, не успевают делать даже. По информации работников местного филиала «Инбек Актубен», на сегодняшний день в исправительных учреждениях Актубенской области отбывают срок более полутора тысяч человек. Из них 554 осужденных трудятся в цехах при исправительных учреждениях. Деньги от продажи в чей карман идут? В деньги поступает он в зависимости от единственной продукции, свой процент он имеет, у него начисляется зарплата, и все это заработная плата идет на его счет. И оттуда он здесь, соответственно, в магазин может сходить, что-то заказать себе отдельно. Гасится иски с этих вот зарплат. По словам организаторов выставки, целью данного мероприятия является успешная социальная реабилитация осужденных. К примеру, в цехе в колонии, расположенной в городе Жем, у предпринимателей семьи Бабенко трудятся более 10 человек. Многие имеют семьи, соответственно, и долги. Поэтому работая и получая зарплату, есть возможность погасить все долги, но и помочь родным. Также есть и шанс на освобождение условно-досрочно, ведь именно работа дает такую возможность. Не знаю, у нас мальчики очень хорошие, у них у всех золотые руки. Вообще вы за их трудом наблюдаете, их как-то увлекает, отвлекает? Не знаю, им очень нравится, они занимаются, с удовольствием у нас работают. Мы им оплачиваем, все это оплачивается полностью. Так что наши ИП, я считаю, довольны у нас, и довольны продукцией наши клиенты, которые покупают. А средняя их зарплата сейчас какая? Вы знаете, здесь отдельная работа. Ну, у всех по-разному, я не могу сказать. Потому что они получают и средняя получают, и 15, и 20, и 30 получают. Выставка вызвала большой интерес, однако основное количество клиентов-заказчиков все же из Алматы. С местными предприятиями работать пока особо не получается. Возможно, поэтому в субботу на площади было немалое количество чиновников, в том числе и врачей, которым предлагали спецодежду и многое другое, чтобы последние все-таки заинтересовались. Ну и немало заинтересованности было у обычных горожан, которые каким-то образом узнали о проведении выставки. Многие жители, кстати, не смогли на нее попасть, ссылаясь на то, что заранее о мероприятии никто не оповещал. Нравится продукция, очень хорошая, качественная и очень красивая, конечно. А вы хотели бы что-нибудь приобрести? Я приобретаю. Муж берет шкатулочку мне. Дочка взяла фоторамку. Вообще вы думаете, что такие выставки необходимы? Обязательно. Это их труды мы видим и берем. Раньше оно как-то выходило, но не так. А сейчас, видите, оно выставлено, люди могут выбрать. В рамках выставки представители власти, РГП Ембек Ак-Тубе и предприниматели традиционно заключили меморандумы, исчисляющиеся десятками миллионов тенге. Главное, чтобы был спрос. Ведь если человек за решеткой занят определенной работой, то он погружается в дело с главой и отбывает свое наказание спокойно. Что и нужно представителям КУИЗ, да и в целом обществу. Лиза Цакива, Алексей Уразов, программа «Факт». На этом все. Смотрите наш телеканал в любое удобное время на сайте www.urikotv.kz и подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм. Всего хорошего!